Python предоставляет большие возможности по работе с разного рода последовательностями, в том числе по работе со строками. Сегодня мы с вами остановимся на функциях и методах строк, посмотрим, что такое строка в Python, как она понимается, что такое срезы и какие базовые операции для работы со строками можно реализовать в этом языке программирования. Строка в Python – это упорядоченные последовательности символов, используемые для хранения и представления текстовой информации. Поэтому с помощью строк можно работать со всем, что может быть представлено в текстовой форме. При этом отдельного символа, символного типа в Python нет. Вот если вы привыкли, что в C++ есть чар отдельно, стринг отдельно, то тут чар нет. Символ – это строка длины и единица. То есть символы, как элементы строки, тоже являются строками. Существует несколько вариантов написания строк через кавычки, через апостров, через тройные кавычки. Последний способ используют для записи многострочных блоков текста. Например, С1 – строка в ТРО, заключенная в двойные кавычки. С2 – строка группа, заключенная в апостроф или в одинарные кавычки. С3 – строка, которая заключена в кавычки, но внутри строки текст заключен в апостроф. Для чего это нужно? Вывожу все три строки. В ТРО у меня вышло без изменения. Группа вышла без изменения. Текст С3 вышел студенты группы в ТРО в апострофах. То есть то, что внутри внешних кавычек, или наоборот, снаружи будут апострофы, а внутри кавычки двойные, оно будет выходить либо в кавычках, либо в апострофах, то, как оно внутри обозначено. Для того, чтобы записать многострочный текст, вначале ставим три кавычки в подряд, и в конце ставим три кавычки в подряд, тогда у нас на экране выйдет то, что мы делали несколько строк, так и вы, студенты группы в ТРО. Также вот этот способ, когда нужно обозначить внутри какое-то слово в апострофах или в кавычках, можно использовать с помощью слэш. То есть если я хочу и сам текст отделить кавычками, к примеру, и внутри какой-то фрагмент текста выделить кавычками, я должна перед внутренними кавычками поставить знак слэш. Вот здесь выходит студенты, вот вывела без изменения, группы вывела без изменения, поставила слэш перед кавычками, он вот этот слэш вытащил, вот эти кавычки вытащил как символ текста, дальше текст в ТРО, опять слэш перед кавычками вытащил кавычки, и последние кавычки – это просто завершение текста. То есть вот в наружные кавычки – это начало и конец текста, а внутри кавычки, вместе перед слэшем, это как символы кавычки. Для работы со строками довольно часто используют форматный вывод. Форматный вывод начинается со знака слэш и дальше определенной команды. При работе с числами вы видели, что можно числа вывести в двоичной форме, в шестнадцатиричной, восьмиричной, в десятиричной. В десятиричной мы обычно выводим без форматного вывода, а в остальных мы ставим специальные определения. Здесь для работы с текстами существует N, что означает перевод на новую строчку. Например, занятие. Слэш N означает перейти на новую строчку, перешла, с новой строки пишу, по языку программирования. Слэш N перешла на новую строчку, Python. Вышел Python. Есть еще T, табулятор, то есть внутри строки, на одной строке. Вот расстояние между словами разделено не одним пробелом, а табулятором. Комментарии, то есть то, что программа воспринимает как текст, в Python обозначают через диез, решетку. Это однострочные комментарии и многострочные через тройные кавычки. Но многострочные комментарии нужно начинать тройными кавычками и завершать тройными кавычками. То есть все, что внутри программы пишете вот в таком виде, будет считаться как комментарий, либо как текст. Числа можно преобразовать в строку и обратно. Что для этого необходимо? Необходимо воспользоваться помощью функции STR. К примеру, x равно 5. То есть мы знаем, что Python – это динамический язык, или не язык, динамический определяющий тип динамической типизации. Он принимает как x, как целое число. Вывожу x, вывела 5. Теперь я x перевожу в строку 5, вывожу, так же выходит строка 5. То есть что число 5, что строка на экране выглядит одинаково. Но разница будет, когда вы будете работать с этими данными. К примеру, вывести x плюс 7. Тут я не присваивала, а всего лишь преобразовала в принте. Поэтому в памяти остается вот это значение. x, равное 5, как число. x плюс 7, 5 плюс 7 дает 12. Теперь, если я попытаюсь перевести x в строку и прибавить 7, он мне даст ошибку. Потому что нельзя складывать строку с числом. А если я переведу первое число в строку, второе число в строку и попытаюсь сложить, она просто к концу первой строки припишет вторую строчку. Получится текст 5, 7. Не число 57, а текст 5, 7. И наоборот, если строка дана в виде цифр, символа цифры, можно ее перевести в целое число. Если же в тексте строки имеются только цифры и знак разделитель, знак точка, то можно перевести число вещественно, действительно. Например, строка s состоит из символов 4, 5, 6, а s1 из символов 1, 2, 3, точка 5. Тогда s2 — это сумма чисел int s, я вот эту строку перевожу в число 456, плюс float s1, я вот эту строку перевожу в число 123,5. Вывожу результат, и у меня будет 579,5. Можно получить код символа с помощью ОРД, и наоборот, зная код символа, можно получить его изображение. Например, код символа f русского алфавита — это 1092. А вот под кодом 345 у нас хранится вот такой вот символ. Здесь следует иметь в виду, что Python — это язык, поддерживающий Unicode. То есть здесь можно вывести все, что разрешено использовать в национальных алфавитах, которые можно набрать, и даже много таких символов, которые не существуют на клавишах клавиатуры. Их можно набрать с помощью Unicode, с помощью кода функций. Вот этот символ у нас на клавиатуре не существует, но тем не менее, такими символами мы тоже можем оперировать. Какие же существуют базовые операции над строками? Вот так называемые арифметические операции. Сложение строк или конкатенация строк — это когда к концу первой строки мы приписываем вторую строку. и умножение строки целого числа. Здесь нужно обратить внимание. Для первой операции, к примеру, S1 у нас студенты, S2 — вуза. Тогда конкатенация или сложение строк будет выглядеть следующим образом. Студенты вуза. С равно S1 плюс S2. Вывела S. У меня получилось студенты вуза. Дальше. S3 — это S2, умноженное на 3. То есть, по сути, это S2, строка, взятая три раза. Вывожу S3. У меня получается вуза, вуза, вуза. Между ними разделитель — это переход на новую строку. Помимо арифметических операций, можно использовать логические. То есть, можно сравнить строки. Сравнивать с помощью операции. Меньше, меньше, равно, равно, не равно, больше, больше, равно. При сравнении строк нужно учитывать символы и регистры. Цифровой символ условно меньше, чем любой алфавитный символ. Алфавитный символ в верхнем регистре, то есть, то, что мы записали заглавными или большими буквами, условно меньше, чем алфавитные символы в нижнем регистре. Например, S1 строка 3C, S2 строка C3. Я спрашиваю, S1 больше, чем S2? Он говорит, нет, не больше. Так как 3 меньше, чем C. Функция LEN определяет длину строки. Результатом будет целое число. Например, длина строки Python — это 6 символов. Функция LEN переводит строку к нижнему регистру, а UPPER, наоборот, к верхнему. Например, у нас есть две строки. Строка первая — строка группа, записанная в верхнем регистре, и строка S2 — строка группа, записанная в нижнем регистре. Я сравниваю. S1 равно S2? Он говорит, нет, не равно. Так как верхний регистр, он всегда меньше, чем нижний регистр. Теперь я приведу строку в верхнем регистре к нижнему регистру. Вот я использовала функцию, привела к нижнему регистру, сравнила. Теперь он говорит, да, теперь они равны, обе строки находятся в нижнем регистре. Можно обратиться к любому элементу или к любому символу строки с помощью индекса. При этом нумерация начинается с нуля. Последний символ, последний элемент строки имеет номер LEN S, длина строки минус один. Python позволяет работать с отрицательными индексами. В этом случае нумерация происходит с конца, что можно интерпретировать как следующее правило. К отрицательным индексам всегда добавляется длина строки. То есть, если у нас последний элемент, последний символ имел индекс LEN S минус один, а я хочу начать с конца счет, тогда я вот к этой добавлю LEN S, и у меня останется минус один. То есть, довольно часто последний элемент строки обозначают как минус один. Обращение к символу с несуществующим номером даст ошибку. Посмотрим. Пусть дана строка информатика. Выведу нулевой символ. Это первый символ, по сути, да? И выведу минус один. Это последний символ. А. Выведу пятый символ. Это у нас будет 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это символ А. Одиннадцатого символа здесь не существует, поэтому оно дало мне ошибку. Следует помнить, что строки в Python относятся к категории неизменяемых последовательностей. То есть, попытка изменить символ в определенной позиции или под строке вызовет ошибку. Для того, чтобы изменить, например, вы допустили ошибку, нужно будет сформировать новую строку. Еще есть такое понятие в Python, как срезы. Срез — это механизм гибкого управления строкой на основе индексации. Оператор извлечения среза из строки выглядит следующим образом. Строка. И в квадратных скобках мы указываем начало, индекс начала среза и индекс его окончания. Причем уже второй индекс, символ с этим номером, в срез не входит. Если будет указан отрицательный индекс, это значит, что любой индекс минус N аналогичен записи длина S минус N. Рассмотрим на примере. Та же строка информатика. Срез от 2 до 7. То есть это у нас получается 0, 1, 2. Вот начиная с F. Я беру. Так, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмой уже не входит. Значит, у меня получилась форма. В срезах может отсутствовать первый индекс, второй, а в принципе могут и два отсутствовать. Вот если отсутствует первый индекс, то берется от начала строки до второго. Причем второй не включается. Вот тут у нас нету первого индекса, у нас получается 0, 1, 2, 3. Четвертый индекс уже не будет включаться, мы получим инфа. Если наоборот у нас отсутствует второй, значит от первого индекса и до последнего. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5. То есть начиная с пятого, с M и до конца, матика. Так, можно использовать в срезах не в квадрате символ, а через какой-то интервал использовать символ. Тогда оператор изучения индекса будет выглядеть вот таким образом. То есть начало среза, конец среза и шаг. Например, язык программирования. С третьего символа по 18 шагом 4. Так, что у меня получается? С третьего символа 0, 1, 2, 3. Вот с K по 18 с интервалом 4. Вот K написала. Дальше. Раз, два, три пропустила. О. Дальше. Раз, два, три пропустила. М. Раз, два, три пропустила. О. А дальше нету, так как мы всего по 18 использовали. Если же будет пропущен второй символ, индекс вернее, то здесь будет от третьего символа до конца строки с интервалом 4. Вот как было кома, и еще вот этот раз, два, три пропустила и взяла. То есть до конца рассмотрела строчку. Может быть так, что нету первого индекса, последнего индекса, и есть только интервал. Тогда будет считаться, что рассматриваем всю строку с указанным интервалом. Получается, 0, 1, 2 пропустила, вернее, с начала строки. Я взяла, 1, 2, 3 пропустила, поставила пробел. 1, 2, 3 пропустила, поставила Г. 1, 2, 3 пропустила М. И так до конца строки. Тогда у меня средство получится в таком вот виде. Можно определить, входит одна подстрока в другую или не входит. Для этого используют оператор IND, оператор вхождения в множество. Результатом данного оператора будет либо true, то есть если входит под строка, или false, если не входит. Можно использовать функции max и min. Min определяет и выводит символ с наименьшим кодом. Max, наоборот, возвращает символ с наибольшим кодом. Например, та же строка форма. Проверяю, форма, под строка форма есть в этой строке? Да, есть true. А формы в этой строке не существует. False, так как вместо A мы подставили A. Max, S. Максимально это F, то есть самое последнее муково в виде F. Минимально это A. Помимо работы с функциями и операциями, в Python можно работать и с методами, то есть строки имеют свои методы. Здесь на экране вы видите не все методы, а наиболее часто используемые. Первый метод – это метод поиска под строки в строке. Если только что мы in проверяли, входит ли под строка в строку и получали ответ да-нет, то find определяет номер позиции, с которой под строка входит в строку. Например, информатика. Мы ищем форму, и он говорит «да» начинается со второго символа, со второй позиции. Вот 0, 1, начиная со второго, он дает нам форму. А формы, он говорит, минус 1, то есть нет такого. Replace заменяет строки одну под строку на другую. У меня строка «s» остается информатика. Теперь он меня заменяет «k» в этой строке, в строке информатика, на «зация». То есть он нашел «k» и говорит «информатика», и вместо «k» стоит «зация». Joint объединяет через разделитель набор строк. С набором строк познакомимся чуть позже, вообще с понятием набора. Но просто имейте в виду, что строка обозначается, набор, вернее, обозначается как перечисление элементов одного типа в квадратных кавычках. Вот у меня есть строки пара, студенты, ВТРО. Посмотрю, как набор, вывожу, это будет пара, студенты, ВТРО. И если я поставлю точку, то он у меня будет объединять, вот сделала «Joint», у меня вместо отдельных строк пара, студенты, ВТРО, три строки отдельные внутри набора, он мне даст одну строку, которая будет выглядеть как пара, точка, студенты, точка, ВТРО. Объединила и соединила их точкой. Split развивает строку на последовательности, а strip удаляет лишние пробелы слева и справа, но не внутри строки. Тоже рассмотрим на примере. Занятие у студентов. сплит, пробел. Что я получила? Я разбила на последовательность. Если у меня была одна строка, у меня теперь станет занятие. Так как встретила пробел, то я разбила, это слово отдельно вытащила. У, опять встретила пробел, опять вот это взяла отдельно, как строка. Студентов. Больше пробелов нет, значит, получается, это последнее. В принципе, здесь может быть не пробел, здесь может быть любой символ. Например, я взяла вот символ У. Тогда у меня получилось занятие. Пробел пошел как текст, вот здесь вот, если вы видите. У он встретил, значит, я его взяла как разделитель вместо запятой. Теперь вот этот пробел он взял как текст. Взял СТ, опять встретил У, это он считает как разделитель, то есть вот это тут у меня отдельное слово. И после уйдет Дентов, Дентов. Стрип только что сказали, да? Удаляет лишние пробелы. Например, занятие у студентов. Пробелов много в начале, в конце, в середине. Вывожу, пока что без изменения. У меня вышло пробелы, занятие, пробелы у студентов. Использовала стрит-метод. В начале, если вы видите у меня, пробелы ушли. Внутри вот это вот количество пробелов осталось без изменения. И последние пробелы вот эти, он тоже удалил, но здесь просто не видно. На экране вы видите вопросы для закрепления. Список литературы. На этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. Продолжим изучение Python на следующем занятии. Продолжение следует...